Глава 22. Дирьясин. Часть 1. Цель операции Дирьясин. История войны за независимость будет неполной и даже искаженной без описания боя за Дирьясин. Психологические последствия этого боя сделали его одним из центральных событий всей войны. Но еще важнее оказались последствия политические. Можно с уверенностью сказать, что политическую и особенно партийную историю Израиля невозможно понять, не зная истории Дирьясина. До сегодняшнего дня она остается одним из краеугольных камней политического сознания левых кругов Израиля. Мы начнем с описания взятого из полуофициальной истории войны за независимость. Издательство «Мараход», 1975 год. Цитата. Эцель и Лехи атаковали деревню 9 апреля 1948 года. Сопротивление было слабым, тем не менее нападающие несли потери, особенно в бою за дом Мухтара. В ходе захвата деревни было убито около 200 ее жителей, включая женщин и детей. Взятие Дирьясина стало известно как резня в Дирьясине, что принесло вред доброму имени Ишува в тот период. Все каналы арабской информации распространяли эту версию. Они распространяют ее до сих пор. Нет сомнения, что она стала одной из причин развала арабского тыла в те дни. Важен был не столько сам факт, сколько слух о нем, который распространяли сами арабы. Они имели в виду доказать самим себе жестокость евреев и разжечь этим пламя борьбы в сердцах. На деле же они поселили в них страх. Сегодня арабы сами признают свою ошибку. Конец цитаты. В истории Дирьясина факты перемешались с идеологией. Идеологический отдел социалистического сионизма видел в резне в кавычках доказательство своей правоты в борьбе с сектантами в кавычках. Конец цитаты. Они доказали свою истинную сущность, антигуманизм, нечеловеческую жестокость и так далее. Деление мира на черную и белую половины должно быть совершенным. Если Эцель и Лехи представляли силы тьмы, то Хагана и Пальмах автоматически оказывались силами света. Между ними не могло быть никакого контакта. Но, как мы увидим в реальной истории, контакты были и неоднократно. Этот факт составляет одну из главных тайн истории Дирьясина. Уже это маленькое замечание показывает, с какими трудностями приходится сталкиваться историку, желающему исследовать этот эпизод. Он настолько насыщен политикой и идеологией, что сплошь и рядом, к свидетельствам очевидцев, необходимо подходить с большой осторожностью. Сознательно или бессознательно они проходили идеологическую правку. С начала войны и до середины июня Хагана и Пальмах не проводили активных акций против сектантов, в кавычках. Но не было и сотрудничества. Сноска. 20 июня к берегам Израиля подошел корабль «Альталена». На его борту находились 860 добровольцев Эцеля, а также 5000 английских винтовок, плюс 4 миллиона патронов. 300 пулеметов «Брен», 150 пулеметов «Шпандау» и другое оружие. 22 июня по указанию «Бен-Гуриона» святое орудие в кавычках «Хаганы» обстреляло и подожгло «Альталену». 18 добровольцев погибли, и все оружие погибло, кроме того, что уже было сгружено на пристани к Фар-Виткин. 1400 винтовок, 2 миллиона патронов и 250 бренов. Прибытие «Альталены» Бен-Гурион назвал «Мятежом Эцеля», и на этом основании были распущены батальоны Эцеля в составе Цахала. «Альталене» будет посвящена специальная 41-я глава настоящего исследования. В операции по уничтожению «Альталены» и в последующих действиях против соединений Эцеля активное участие принимал Ицхак Рабин. Конец сноски. Особенно сложным было положение в Иерусалиме. Еврейские силы были слабы, в городе не хватало оружия. Неопределен был и политический статус района. Город должен был оставаться под контролем ООН. На деле, мандат ООН существовал только на бумаге. И арабы, и евреи стремились захватить как можно больше «международной территории» в кавычках. Особенность Иерусалима была еще и в том, что еврейские и арабские кварталы города были перемешаны. Первая фаза борьбы шла в самом городе. В блокаде чужих кварталов, в нападениях вдоль пограничной линии и в попытках создать непрерывную территорию. В рядах Эцеля в Иерусалиме было около 120 вооруженных бойцов. В начале войны Эцель провел в Иерусалиме несколько террористических операций. Последние из них были неудачны, и организация временно прекратила активные действия. Наравне с Хаганой подразделения Эцеля занимали позиции вдоль границы в кавычках, патрулировали на улицах и тому подобное. Более активны и удачливы были боевики Лехи. В январе-феврале они произвели серию взрывов в арабских кварталах Лифта, Шейх-Бадер, ныне территория Кнесета, и Ромема, после чего арабы бежали оттуда. Так был установлен абсолютный еврейский контроль над въездом Тель-Авивского шоссе. Считалось, что Лехи насчитывали всего 80 активных бойцов, но и этого количества было достаточно для ведения диверсионной войны. Существовало ли оперативное согласование между сектантами в кавычках и Хаганой? «В этом нет сомнения», – рассказывает командир Иерусалимского Эцеля Мордыхай Раанан. «Шалтиэль предложил определенное согласование. Наши люди будут участвовать в обороне Иерусалима и оперативно будут подчинены Хагане, однако сохранят самостоятельные формации. Хагана обеспечит нас оружием, продуктами и военной формой». «Я отверг это предложение, отметив, что действия Хаганы в Иерусалиме определяются указаниями из Тель-Авива, причем официальное руководство Ишува согласилось на раздел страны и на интернационализацию Иерусалима. Тогда Шалтиэль спросил, что я предлагаю. Я предложил иное оперативное согласование, при котором военные действия будут определяться конечной целью, то есть освобождением всего Иерусалима и присоединением его к еврейскому государству. Для этого прежде всего требовалось улучшить связь с приморскими районами, то есть расширить коридор в кавычках вдоль шоссе, а также захватить квартал Шейх-Джарах и укрепить базу на горе Скопус, чтобы контролировать коммуникации с Иерихоном и Шхемом. «Я заявил, что мы будем готовы принять участие в осуществлении этого плана». Конец цитаты. Эта стратегическая линия была известна Лехи и одобрена ею. Лехи также вела переговоры с Шалтиэлем. Командир Лехи Яшуа Залтер. Цитата. «Шалтиэльд предложил, чтобы наши люди действовали против арабских деревень в горах Иудеи». Я ответил. «Есть более насущные проблемы в Иерусалиме. Захват этих деревень не даст нам ничего. Мы хотим действовать в Иерусалиме, в старом городе, в кварталах Катамон и Шейх-Джарах. Если ты хочешь удалить нас от города, это тебе не удастся». Но я не хотел полностью прервать связи. Поэтому каждый раз, действуя в квартале Катамон или в других местах, мы согласовывали операцию с Хаганой. Конец цитаты. В марте Шалтиэль доложил Бен-Гуриону о достижении «локального соглашения» в кавычках с Эцелем и Лехи. Бен-Гурион передал это известие Галиле, и тот немедленно телеграфировал Шалтиэлю. «У локальных соглашений есть «нелокальные» в кавычках последствия. Ты не имеешь права заключать соглашение с сектантами в кавычках «без согласия Центра». Йошуа Ариэли, офицер штаба Шалтиэля, свидетельствует, что до Дир-Ясина было сотрудничество с Эцелем. Известно, что Эцель участвовал в операции «Килшон» 14-16 мая. Следовательно, сотрудничество имело место и после Дир-Ясина. По-видимому, Шалтиэль в общих чертах принимал «планы сектантов» в кавычках в отношении борьбы за Иерусалим. Именно так можно объяснить его инициативу по взятию Кастеля. Перипетии боя подробно изложены в предыдущей главе. Бой был тяжелым, и Шалтиэль, будучи инициатором операции, видимо, чувствовал личную ответственность. Он предложил организациям сектантов в кавычках послать своих бойцов под креплением на Кастель. Те согласились при условии, что сотрудничество будет удверждено в Тель-Авиве и что Хагана обеспечит их оружием. На этой стадии переговоры были прерваны. «Командир отделения разведки Лехи. У нас была встреча во время боев за Кастель. Он сказал, если вы хотите помочь, берите Дир-Ясин». Конец цитаты. Почему именно Дир-Ясин? Дир-Ясин, как и Кастель, мог держать под огнем Телевивское шоссе. Дир-Ясин находился в тылу Кастеля, контролируя связь с арабскими кварталами Иерусалима. Таким образом, взятие Дир-Ясина было логично с точки зрения оперативной и тактической. Но существовала и определенная моральная проблема. В двадцать девятом году Дир-Ясин был враждебен евреям. Сноска. Оперативный офицер Эцеля вырос в квартале Гиват-Шауль, в нескольких сотнях метров от Дир-Ясина. Он вспоминает, что отец велел ему принять клятву в библейском стиле. «Помни, что сделал тебе Дир-Ясин». Конец сноски. В сорок восьмом году деревня была нейтральной. Мухтар, староста деревни, был осведомителем Хаганы. Но вместе с тем клан Эль-Хусейни оказывал давление на жителей деревни. По данным разведки, в деревне стали появляться люди в иракской военной форме. Оперативный офицер бригады Эциони утверждает, что он сказал Шалтиэлю, «Это мирная деревня, и ее жители не мешают нам». Но это позднее свидетельство. Сохранилось подлинное письмо Шалтиэля от апреля сорок восьмого года, адресованное командиром Эцеля и Лехи. Цитата. «Мне стало известно, что вы собираетесь осуществить операцию в Дир-Ясине. Я хочу напомнить вам, что взятие и удержание Дир-Ясина является частью нашего общего плана. У меня нет никаких возражений при условии, что вы будете в состоянии удержать затем деревню». Конец цитаты.